всем добрый день рад вас всех приветствовать добрался я наконец-то к максу в гости макс это хороший мой друг и по совместительству владелец turbo весты по его автомобилю на канале уже несколько роликов ссылочка на них я оставлю в описании сегодня макс нам расскажет какие изменения с его автомобилем произошли за последнее время после последней нашей с ним встречи расскажет что в ближайших планах там все много довольно-таки интересного обо всем очень потихонечку порядку макс здравствуй очень рад тебя видела логично очень рад что наконец на самом деле выбрался ребят если кто-то вдруг до первый раз смотрит про этот автомобиль в двух словах по нему автомобиль был приобретен изначально именно этот проект то есть макс купила специально что поставить на него турбину проехал на нем буквально пару дней до пока не поставил турбина там 522 километра то есть на 500 километров на автомобиль была установлена турбина сейчас стоит уже не первая турбина то есть была одна вторая мак там экспериментирует пробует сколько когда-то последний раз сделал замер показала мощности на станет автомобиль 276 лошадей и 370 момента но при этом разгон от нуля до 100 ты не замерил я так понимаю нет нашел рейс лоджик но то погода плохая вода времени не хватает я с собой тоже привез приборчик думал сделаем замер но к сожалению сегодня подвела погода на светил снимаем на парковке накрытый сожалению вряд ли сделаем замер но мы в этом году еще приедем и не раз так что в этом плане мы обязательно исправимся то есть замер обязательно будет единственное замерил 100 200 получилось 19 секунд это как хорошая резидата просто по этим цифрам не очень ориентируйте ну посмотрел из того что меня интересует это школа октавия rs кузове опять гольф gti ну они едут в медленнее чем вместо на и тому октавии мы сейчас говорим про завод то есть никаких стажей ничего в октавии там порядка 22 секунд 100 200 макс последний раз ты был у меня в гостях на автомобиле был пробег там что-то в районе 40 тысяч километров у тебя что сейчас по пробегу на машине почти 60 за это время какие-то у тебя поломки произошли на автомобиле ну сама ожидаемая поломка который все говорили все мечтали все ждали срезала зубья на третьей передаче я ехал спокойно на 40 переключался 2 на 3 и у меня просто с хрустом срезала зубья я позвонил сергей николаевичу в этот же вечер привез машину в сервис и через два дня забрал то есть поменяли вал в целом коробка все остальное все нормально ничего никуда не попало все осталось на магните внизу когда разобрали там прям кусочки шестеренки и были сейчас ну из-за того что машина на постоянных люлях начали маленечко постукивать привода этот вопрос мы сейчас тоже будем решать потому что ко мне уже приехала новая коробка новые привода то есть там прям целый комплект будем менять в сборе макс вот как раз вопрос по поводу коробки ты ну уходишь от вазовской коробки сейчас да да я уже купил ее приехал коробка переходная пластина привода шару за кулиса сам рычаг кпп то есть там все целиком сборе и перехожу на коробку от дизельного peugeot от фургона которая держит стабильно там без проблем 400 сил и там порядка 500 600 момент то есть мне будет запасом плюс коробка шестиступенчатая подобрали пару подлиннее потому что я очень часто езжу по трассе расчет скажем не на разгон с нуля до 100 а именно комфортную езду именно по трассе потому что частенько езжу но при этом ты мне то раскидывал передаточные числа там по моему на второй передаче ты уже из сотки выходишь да на ней на 2 там до 100 с небольшим сколько обошлась тебе коробка в общем коробка со всеми делами обошлась там порядка сто семьдесят тысяч рублей сто семьдесят тысяч рублей и это еще без установки это просто тебе прислали коробка просто железо да одно тебе прислали общитель с челябинска из челябинск то есть ребята занимаются именно свапают на веста да у семена корякина кстати там же ставили коробку ему он замучился менять коробки у него пол одно сломалось то другое сейчас он отъездил год на коробке которые датам поставили он доволен прям очень положительные отзывы я подумала чё бы и нет то есть это по сути в машине было самое слабое место и мы сейчас его исключим если вдруг я захочу надуть еще или поставить более производительную турбину в принципе вопросов по коробками уже не будет сцепление сейчас тебя стоит керамика моя керамика не уходил с него а сейчас установкой этой коробки там будет свой маховик свое сцепление своя корзина все будет свое все будет работать штатно то есть уже не будет такой жесткой педаль все время будет обычный не керамика нет обычно там она по моему 225 миллиметров там его как бы за глаза и так пока мы от поломок далеко не ушли кроме того что срезала зубья какие-то еще поломки на автомобиле были за последние 20 то есть все остальное в штатном режиме так и работает да да меня удивляет тормоза у меня диски до сих пор тормозные заводские они проехали 60 тысяч и вот они уже я думаю прям на последнем дыхание колодки тоже менял и не один раз или один раз получается были заводские колодки на то у дилера поменяли колодки и последний раз наверное меняли зимой колодки как раз когда коробка перебирали диски при замене ты не замерял то есть по толщине это вообще постаточной не знаешь да то есть они при нет но я посмотрел там уже конечно выработка огромное то есть они скорее всего умерли уже три раза сейчас чуть дальше поговорим о подарках и так которые я привез максу и там будет комплект увеличенных тормозов мы сегодня постараемся его поставить это будет не в этом ролике это будет отдельном ролике вы если этот ролик там не знаю какой по очереди выйдет раньше то есть ссылочку в любом случае в описании потом на него закреплю то есть максу мы будем ставить 300 миллиметровые тормоза на его автомобиль это как раз решим эту проблему со своими тормозными дисками по подвеске ты так ничего не делал то есть до сих пор подвеска вся у нас в стоке я опять забегая немножко вперед привез максу пружины от тех на рессор немножечко заниженные в минус 30 макс пока в раздумии до то ли их ставить с родными амортизаторами то ли не ставить потому что там они как бы вроде подходят условно так скажем с определенными проблемами амортизаторов пока у нас нет до в занижении в минус 30 то есть пока ставить как бы ничего если вдруг вы продаете или производить амортизаторы и хотите чтобы мы протестировали их на трубы вести максима пишите мне в личку все контакты есть в описании и я думаю мы это дело как бы устроим ваши амортизаторы появятся в наших роликах на максимум автомобиле что у тебя еще по доработкам по опорам то ты поставил тоже дополнительно 4 опора 4 поставил опору в принципе стало получше но умерла опора которая со стороны бачка то есть у меня получается 4 дополнительная опора правая опора которая на кпп находится у меня от рено миган двухлитрового ставили усиленная и вот родная опора осталась которая левая она все наоборот левая подушка у тебя трено миган стоит правый у тебя стоит до сих пор одна из раза до заводская она вот прошла 60 тысяч она уже при смерти до стиль езды у макса такое агрессивно спортивный автомобиль позволяет там почти 300 лошадей даже сейчас мы с ним немножко прокатились дает дает жарку дает жарку но не нарушая быстро разгоняется но в пределах скоростных ограничений по маслу что у тебя жрет ли масло у тебя твой движок с турбиной все ждут когда он тебя умрет у тебя уже почти 60 тысяч проехал с турбины никак не умирает не дождутся масло еще живет нет от замены замена нормально ты там льешь какое-то свое модное да ну а ему 1060 макс сегодня я приехал тебе не с пустыми руками приветствия целую кучу подарков подарки от производитель с которыми я сотрудничаю можете воспринимать это как спонсорская минуточка на канале пойдем я тебе сейчас все покажу что я тебе привез так макс давай наверное начнем с мелочевочки привез я тебе немного лампочек от мною очень любимого производителя deals которую я каждый раз хвалю ваш эти лампочки действительно очень нравится макс привез я тебе лампы вдыхало я знаю что у тебя с лампами дыхало проблема philips philips у тебя они работают только в режиме габариты это понимаю там можно поставить либо говорим будет либо дыхало да то есть они у тебя в двух режимах не работает ну у меня тоже есть сейчас philips и на тесте оттуда мальчика там по моему они работают 2 режим потому что переделали переделаны перепаяны вот такие вот лампы передал тебе deals за что кстати огромное спасибо очень много читал отзывов про лампы deals смотрел скажем как они сделаны очень понравилось огромное спасибо производителя что прислали лампочки прям очень здорово очень приятно вот две лампы макс это у нас дхо и две лампы в подсветку номера это точно такие же лампы как вот стоят у меня в багажнике видишь свете на не просто отлично светят да очень круто теперь нам просто отлично также принципе deals мне передавала лампы для максов повороты но я их под зажал под захомячил при придет спасать на свой автомобиль то что нужно еще ставить обманки мне пришли обманки это будет в одном из будущих роликов то есть лампов поворотники поставим максу привезу следующий раз я думаю делу с нам еще удаст немножечко лампочек дарла очень здорово да держи лампочки благодарю парам сейчас их поставлю дальше от одного частного производителя подгонщик это тормоза 300 миллиметров комплект тормозов в этот комплект нас ходят ну сами непосредственно тормозные диски 300 миллиметров также этот производитель прислал нам суппорта бушный от рено меган 3 эти суппорта я немного ранее отправил максу по почте он их уже привел в порядок там все арктистка строила построил покрасить они сейчас как новенькие колодки разумеется к этому всему и самое главное без чего нельзя поставить эти суппорта на автомобиль лада веста это такие вот переходные пластины которые непосредственно и вот делает вот этот человек который прислал нам этот комплект его контакты я тоже оставлю в описании если вам вдруг что-то подобное нужно будет обращайтесь он вас проконсультирует и сделать вам такие же пластины в чем плюс вот этих пластин в том что не надо сверлить перерезать резьбу весовских поворотных кулаках то есть случае чего эти пластины можно убрать и обратно поставить штатные весовские тормоза то есть есть обратный путь можно уйти обратно на сток то есть ссылочки на производители я также оставлю в описании ему огромное спасибо это макс вот тебе в подгон от этого родителя большое спасибо мы обязательно их проверим я думаю да если сегодня все пойдет нормально сегодня мы снимем ролик на сегодня мы поставим снимем ролик и в ближайшее время он также выйдет на канале может быть он даже выйдет раньше чем вот эта роль которую сейчас смотрите и дальше макс подарки от магазина гранвиз шоп здесь всего много что-то приходилось специально для макса магазин присылал что-то приходило ко мне но я еще не успел себе поставить и так как максу это ну нужнее решил привести ему так ну давай начнем наверное с пружин мы о них сегодня немного говорили пружины техный рессор минус 30 по ним у нас сейчас вопрос как я уже сказал то есть у макса пока нет амортизаторов может быть макс покатается с родными амортизаторами с этими пружинами посмотрит но по отзывам то есть на каких-то больших неровности когда колеса вывешиваются эти пружины могут выскакивать про меня потому что они покороче они с занижением я думаю разберемся поза я думаю разберемся в любом случае поставим то здесь у нас комплект перед и зад эти пружины прислал нам магазин гранвиз шоп ему за это огромное спасибо дальше максу автомобилю два с лишним года пробега 60 тысяч километров а он до сих пор под капот поставляет кочергу магазин гранвиз шоп посчитал стоит как бы не боже и прислал ему газовые упоры отлично будешь теперь как буду теперь красиво человек красиво красиво открывать капот серёга порадуется он туда наверно чаще лазить это у нас газовые упоры капота так по мелочевки давайте наверно еще пробежимся это у нас два комплекта брызговиков увеличенные брызговики производитель гард производитель гард почему именно эти выбирали потому что если где-то бордюры цепляешь их не вырывает они просто аккуратненько загибаются но при этом они имеют ребра жесткости и скажем на больших скоростях там условно да они не выгибаются полностью выполняют своих ну да они вроде да и жузненькие с другой стороны если зацепляешь они довольно-таки мягкие не вырывается комплект брызговиков магазин гранвиз шоп также ему огромное за это спасибо так так самое главное самое главное на последок до своего последок следующий момент про что сегодня мы опять с вами говорили это правая опора двигателя это опора от мавика я хотел поставить ее на свой автомобиль мне пришла еще одна опора гидроопора то есть принципе вы писали просили сделать сравнительный тест но ребят сейчас сложилась такая ситуация что макса опора просто умерла то есть ему нужна опора поэтому я привез ему а себе как будет возможность если магазин гранвиз шоп предоставит не еще одну то тогда уже поставлю и сделаю сравнительный обзор а этому поставим максу не знаю будет ли отдельный ролик не будет но в любом случае будет видео где макс выскажет потом по этой опоре свои ощущения что он вообще по ней как бы думает так это опора и еще одна опора опять же заказывал себе но у макса там что-то опять все помирает по опорам это у нас нижняя опора двигателя так называемая гитара также от мавика усиленная это уже второй итерации или как ее правильно назвать первой модификации этой опоры она была с небольшими косячками иногда попадались эти косячки и у меня такая опора прослужила всего чуть больше десяти тысяч километров и и разбила просто цель блоки разбила втулки все болтались магазин заверил что все эти косяки они исправили что сейчас все отлично прислали новую опору на тест и вот мы и протестируем там где наверное как нельзя лучше да явно нагрузки куда больше чем на моем автомобиле то есть если на максим автомобиль она будет ходить то она будет ходить везде нижняя опора двигателя от мавика также от магазина гранвис шоп так макс и наверное самое главное самое главное ради чего в принципе вообще все затеялось ради чего макс покупал машину достроит автомобиль чтобы в один прекрасный день приклеить на него вот эту табличку спорт спорт так макс по подаркам по моим все но здесь еще есть и пару подарков от максу мне так макс давай ты я рассказывал там что ты тут не подарил этот порт воздушного фильтра от ford mandela выглядит он примерно как ответственный спорт но стоит он дешевле можно купить был скажем на разборке можно купить новый в экзисте я покупал новый китайский с фильтром и сам короб не обошелся там порядка 1700 рублей ну и соответственно проверил короб сравнил я специально купил оригинал фордовский чтобы посмотреть в чем у них разница и по факту герметичность то то же самое это оригинал это оригинал это оригинал это было бы в ушной которая и фильтр и фильтр да если ответственный спорт насколько я видел там порядка пяти тысяч рублей то вот это все стоит 1700 все вместе с фильтром то есть ребят если кому-то нужен холодный так называемый холодный впуск на весту то вот такой вот вариантик на этих ребят тоже оставлю ссылочку макс поделиться так и еще один тут подгончик от макса об этом и сегодня тоже упоминали это перчатки прорезиненные новые так нет ни перчатки так макс что это это чехол на ручник кожаной с белой строчкой это ты снимаешь вот это вот это с твоего автомобиля то есть вот эта штука нужно чтобы закрыть вот эту штуку выглядит очень здорово очень классно сделал принципе человек на драйве я его пришел покупал да да покупал ну мы как бы люди не жадные на человека ссылочку тоже оставим кому интересно заказывайте ну выглядит обычно не за обычный кожзам сделан очень аккуратненько белая строчка у меня руль с белой строчкой у меня ручка с белой строчкой и прям вот это вот как раз макс не очень в тему подогнал подгончик спасибо ребят ссылки на все я оставлю в описании если кого-то что-то заинтересовало переходите смотрите ребят решили оперативнику максу поменять лампочки сейчас его быстро научу я уже на своей ломал машине кстати у тебя почему-то вынимаются хуже плафоны веришь нет ты сказал что сломаешь если твои машины зачем зачем ломать ломать я не буду соединяем снимаем оди лампочки тебе правую или левую давай давай наоборот поставим давай в левую поставим правую а в правую левую я в принципе так и хотел а мы из тех людей которые сначала проверяют а потом запись нет мы сначала проверим до плафон 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 так ну ка включи габариты да посмотрим оба она вот это свет вот это шикардос по замене этих лампочек я сейчас подробно ничего не рассказываю мне на канале есть ролик ссылку оставлю в описании там прям все подробнее некуда тут все просто главное с той стороны поддеть так это поменяли пошли тогда и до кого до дыха поменяем так защелкнул на счет включи что габарит ключи так выключи ну то есть я молодец до мячи включили кого над ключи поворачивать ну подожди да подожди стуне не 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 там дело в преде я у тебя же он сгорел сгорел я его не менял туши у нас сгорел при только не у нас горел пыткая т dobre к unserem макс сгореться предохранитель на дыха 뉴스 конечно каша поменяем сейчас все покажем как оно будет заменил макс предохранитель все заработало еще раз ребят повторю предохранитель сгорел не от этих ламп у него у макса был сгоревшая предохранитель от ламп филипп мы поставили не горит дыха поменяли предохранитель все отлично работает переключи на габариты надо кого обратно ну вообще у пандори просто будь здоров вообще огонь у тебя был еще такой довольно таки масштабное вложение по финансами имеют в автомобиль это колеса колесные диски диски слик это ковка история про диски это вообще можно прям отдельный ролик снимать надоело перекидывать резину на стандартные диски было принято решение купить диски по бушке посмотрел скажем либо с разболтовкой проблемы да там 4 на 100 мало вариантов не хотел скажем вот эти проставочные кольца ставить ничего вот начал смотреть по магазинам у нас в москве и в области что можно купить меня интересовал именно вес диска то есть как он выглядит это уже второй вопрос главное чтобы он был легкий посмотрел одни диски вторые приехал в магазин помучил ребят которые там работают они нашли весы мы завешивали диски заказывали еще но к сожалению сейчас за ситуации в стране у нас проблемы даже с дисками то есть подобрать диски которые тебе нужны они делают на заказ я смотрел дезинт и дотс это германия из германии поставок нет скажем у них там оставалось четыре диска и разбросаны там по всей москве по магазинам где-то по два колеса где-то по одному диску и случайно наткнулся у нас московской области магазин это была единственная модель ковки которые доступны к заказу заказал прождал неделю они сказали что на складе нет нужно заказывать у производителя в общем диски эти ждал месяц диски обошлись мне порядка 90 тысяч плюс-минус ну и серьезно серьезно шинка вот у них там к сожалению акции не было ну и плюс секретки там обошлись порядка двух тысяч рублей смотри предвосхищая вопросы хейтеров так скажем а что ты ничего другого ты за эту цену не купил или почему не купить там дешевле дисков сейчас начнут писать что тут очень дорого что 16 диски эти деньги ты космос там космос космос это диски bbs диски bbs оригинал в нашем размере стоит 200 тысяч рублей за диск то есть это по факту самая дешевая ковка самую ну одна из самых легких то есть у меня вес диска получился 6 половиной килограмм родные весят диски заводские там 80 большим немецкие литые диски дезам дотс весят порядка там 9 килограмм 10 в зависимости от рисунка и по сути оказались самые легкие из того что сейчас можно скажем прям пойти и купить но за счет того что ты расколешь диски я так понимаю ты не переживаешь потому что у тебя в резином довольно широком высоком профиле 205 55 то есть ты ушел со штатного размера когда брал резину до поставил 255 штации у тебя michelin пайлот пилот 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 4 как по резине вообще доволен ей нравится тебе очень доволен до замечательный держак в дождь но сухую ее не надо греть ну то есть как по мне в принципе это резина ставится на заводские комплектации porsche 911 ну естественно в других размерах но по индекс скоростью не и zr то что это свыше 300 нагрузки она выдерживает боковина у нее очень жесткая то есть машина вот прям на них ведется очень круто переходить на другой размер то вообще не думал то есть так вот ну я имею ввиду там 17 18 не поставить диск были здоровы на низком профиле все-таки решил не заниматься таким да потому что можно и диски поколоть и стоит там уже ценник совсем другой до совершенно другой и резюме у тебя было еще куплено в сентябре и на штатные диски да ты оставил я купал на в сентябре 21 года сейчас эта резина стоит как чугунный мозг да там вообще космоса я тоже заглянул скажи по резине вопросы по поводу зимы что у тебя зимний резина бриджсон близок ты 05 по моему как она липучка я доволен да в принципе были момент когда мне звонили друзья там нужно кого-то дернуть застревал кто-то то есть машина там скажем бизнес-ласса больше чем моя я приезжал лед сверху снег такой прыхлый тросом я вытягивал на липучке без проблем короче зимой ты не обламывался за зиму застрял один раз каюсь уперся в бордюр там когда разворачивался снег глубокий был и я прям закопался меня друг выдергивал это был единственный раз когда я застрял и раз десять когда я кого-то вытаскивал своей машине все кто писал в первых роликах что умрет коробка умрут про привода там развалится ступичные подшипники оторвет морду она уедет ну вот машина 60 тысяч проехала вопросов нет ну скажем срезала зубья на коробке это нормальное явление для вазы коробки причем на такой мощности с учетом того что машина скажем ездит и спокойно и очень часто там ударные нагрузки это вполне нормально по приводам они живы ну постукивать начали но скажем сколько они еще отъездят непонятно но у меня уже на замену все есть но машина проехала 60 тысяч километров на turbo на turbo и макс ездит очень агрессивно прям с такими с подрывами хорошим то есть он старается быстро разогнаться до максимально разрешенной скорости то есть очень быстрое ускорение по городу то есть такие ударные нагрузки но слушай но у тебя здесь еще конечно большой плюс что у тебя стоит самоблок у тебя родного дифференциала давно нет потому что он бы сто процентов не выдержал да потому что там и мне ребята писали знакомы мне ребят писали просто рвало дифференциалы по гарантии обращались просто рвет ломает стилит и там разрывается вырывается все это дело тут конечно огромный плюс принципе если у вас обычный вес то 16 там переживаете ставьте самоблок если переживаете за дифференциал и вообще коробки там не за 100 лет ничего не будет там просто и не ушатай после замены на новую коробку свою буду продавать естественно ее обслужим скроем посмотрим ну и буду продавать ну вполне загуманную стоимость если кому ближе к этому этому да обязательно на канале тоже скажем возможно кого-то заинтересует может быть продадим как раз там намутим какие-нибудь амортизатор на хорошие макс можно еще на что-нибудь сейчас макс максом запланировали еще несколько роликов сегодня один от снимем по тормозам и я думаю что там через пару неделек может быть через месяц я к максу снова вновь приеду и чем-то еще он по наснимаем и заодно как раз сделаем замер от 0 до 100 если погода нам позволит потому что всем конечно интересно как же это место едет от 0 до 100 если макс приедет к нам я думаю в этом году он к нам приедет то я постараюсь устроить заезд turbo весты с фордом с мустангом у моего друга мустанг насколько у него не помню 36 движок то есть маще там тоже хватает лошадок там выше крыши сделаем заезде к turbo весты с мустангом посмотрим кто кого наша отечественная веста или ихний забугорный скакун да ну я думаю веста конечно не ударит в грязь лицом как раз к этому к этому времени ты уже поставишь 6 ступочку на 2 до 100 думаю будет все по красоте если у вас есть какие-то вопросы к максу по turbo вести пишите в комментарии макс удовольствием на них ответит также в описании я оставлю контакты максима если вы захотите на свой автомобиль поставить turbo с ним свяжитесь он вам скажет что для этого вам нужно сделать друзья большое всем спасибо за ваше внимание подписывайтесь на канал до новых встреч пока ну а мы с максом пойдем дальше снимать пойдем пошли все музыку кончилось а будет а медленный танец а чё дженек объявляем и чем они современные я не пойму ничего ничего нету так 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 он все поставил себе а вам сказал что отдал мне вау а чё у тебя там да я уже понял взял ты все стоял я вижу где стоял что стояла за него я всем добрый день рад вас приветствовать набрал ты набрал смелости и приехал смелости и приехал все это было ерунда turbo там турбины какие-то вот вот это у нас было начинать прикрыть рекламная пауза